Добрый вечер. Благодарю вас за вашу цель, работу. У меня такой вопрос, если честно, даже не знаю, как правильно его сформулировать. На большую часть вопросов, которые я хотел задать вчера, уже ответил. У меня еще есть по поводу моей профессиональной деятельности. Мне очень-то в жизни так сложилось, что у меня всегда не одна работа, а две, а вот, то и три. И сейчас я понимаю, что он зашел полностью в тупик и не знаю дальше, что делать. Потому что, когда, допустим, две работы, что происходит? Ты развиваешься там, в обоих работах. Ну, работа означает развитие всегда для мужчин. Ты развиваешься. Чем больше развиваешься, тем больше силы надо вкладывать, времени. И потом наступает момент, когда ты уже не можешь в двух направлениях или в трех вкладывать столько силы и времени, сколько требуют для развития эти направления. Значит, выход, получается, в тупике выход только такой, что надо оставить только одно направление, в которое ты вкладываешь, а все остальное можно просто поддерживать. Ну, по большей части, у меня так, наверное, и есть. То есть, есть основная деятельность и есть, допустим, что-то покупное я делал. Ну, и сейчас я стою на распуте, то есть, у меня есть три предложения. Вот у меня поработать всегда так. У меня есть одно предложение, я начинаю работать и буду постоянно здесь работать. Не буду больше людей. И мне начинается много предложений сыпаться, начинают звонить, предлагать, я начинаю митаться, не знаю, что выбрать. Ну, в этом проблема, вы хотите лучше, чем, вы верите в мечту слишком сильно, вы хотите лучше, чем хорошо. Возможно, то есть, я все время хочу как-то реализоваться в этом профессиональном плане. Ну, надо понять принцип, что если ты меняешь направление деятельности, то три-пять лет требуется только для того, чтобы выйти на серьезный уровень. А если ты поменял направление и думаешь, сейчас ты за пять минут уже успешным станешь, то это неправильное мышление. Ну, направление деятельности у меня одно, это продажа, только разные продукты. То есть, любой продукт надо развивать. Вот один продукт продаешь, его надо развивать. Надо, чтобы люди к ним привыкли. Потом идет успех. Потом уже, он надоел, другой, и так начинаешь продавать. Но если ты метаешься, то тогда ничего хорошего не получится. Вот, допустим, ты штаны, когда одеваешь, нужно время, чтобы ходить. Но если ты одеваешь, одеваешь, думаешь, блин, раз начал другие одевать. Вот ты так и будешь без штанов, как это все же. Поэтому нужно хотя бы какие-то штаны одеть. Это, ну, естественно, для человека что-то сделать одно. Неважно, это будет лучше или хуже, но чтобы что-то было. А если человек не доделывает, то это все. Ну да, я ощущаю, что я сейчас, допустим, что-то сделал, причем уже сделал много. Допустим, бросил, делился чем-то другим. То есть, и это набирает какие-то вот... Ну вот в этом проблема, что вы не дождаетесь результата. Знаете, тоже есть люди такие, джентльмены удачи. Вот, допустим, в какой-то стране идет спад экономический. Они переезжают в ту страну, где идет подъем. Из этой страны переехали. Ну, естественно, человек переехал, ему надо там привыкать к стране, законы изучать, язык. И он несколько лет там протерепался. Пока он терепался, в стране уже начался спад. Пик прошел, потому что всегда везде волны идут. И он потом уедет из этой страны, он думает, здесь спад, пойду на подъем. Если переехал в следующую, опять пока привык там, опять спад. И так он все время на спаде живет. А люди, которые никуда не уехали, они спад пережили и пошли на подъем. Уже готовенькие, развитые, счастливые. Может быть, не дергаются? Может быть, я уже думаю об этом, что нужно выбрать что-то, но можете подсказать? Давайте, вот вы подойдете после лекции, мне предоставите варианты, я вам скажу, где больше денег будет. Хорошо? Благодарю. Потому что, когда у меня геморрой и у вас геморрой, то нам приятно об этом поговорить, но люди будут скучать. Я с вами согласен. Еще можно по-своему спросить? Да, тоже, это все интересные. Трудоколик. Да, и смысл в том, что мы не видимся оба в работе постоянно. И я вот спокойно с ней разговариваю на то, что, может, ты не видишь работать, вы найдете работу, где надо меньше работать, чтобы готовым заниматься. Ну, конечно, женщина, главная обязанность, это дом, мужчина, главная обязанность, это социум. Конечно, женщина должна больше вкладывать в семью. Для чего и Бог дал любовь. Любовь кому? Дарить станкам. Они, конечно, будут сладкие такие, приятные станки такие, все будут, может, даже в помаде. Но станки не нуждаются в любви. В любви нуждаются люди. Поэтому женщина должна больше вкладывать в дом, в семью, в детей, в мужа. Иначе семья становится кислой. А как мне ее убедить? Знание всегда – это доброта. Только через трубочку доброты можно вплюнуть в знание в сердце близкого человека. Иногда доброты не хватает, нужна строгость. Но строгость всегда после доброты. Сначала надо много доброты вложить в человека, а он благодарным тогда становится, тогда можно воспитывать. Ну, а часто люди понимают уже на стадии доброты. И когда по-доброму вкладываешь жену, она благодарна тебе становится, можно ей что-то посоветовать. Ну, она слушает ваши лекции, все вроде понимает, но все равно она не уходит. Все равно работает постоянно. Это страсть называется, жизнь страсти. Это зависит от веры. Некоторые люди верят в глубокое счастье, а другие верят в поверхностное. Вера не меняется быстро. Нужно погружаться, изучать, что такое настоящее счастье. Учиться этому. По вечерам вместе смотреть фильмы про святых людей. Надо учиться о святости настоящему счастью. И когда вы поймете что-то настоящее счастье, вы тогда будете больше этому времени выделять, а не временным каким-то вещам. Это от веры зависит. Вера это как вкус, к которому тянет человек. Бывают люди, знаете, которые верят в невежественное счастье. И вам даешь хорошую работу, они все равно воровать. Вот помните, как этот фильм про Остапа Бендера, да, то есть ему деньги уже дали. Он говорит, ты только не воруй. Вот тебе и тебе дам, сколько тебе для полного счастья надо, Шура, сколько тебе и дам. Высшее знание меняет жизнь. Человек меняется, если он получил что-то более ценное. Если у него в сердце открылась какая-то глубокая истина. У него все меняется в жизни. Вы начинаете в себе открывать эту истину. Постепенно перейдет к жене. А что касается привычки, они постепенно прерываются. Там есть даже последовательность. Я когда бегать начал, я мечтал, чтобы у меня жена начала двигаться, потому что у нее от гиподинамики, как у всех женщин, давление снижается, у него и отец снижается, все начинает болеть. Поэтому я ей говорю, надо там зарядку делать. А она говорит, ну вот и делай зарядку, раз надо. Вот. Близким людям же не посоветуешь особо вот. И я когда начал бегать, я сначала она посменивалась так. Потом дальше она привыкла. Потом, когда я ей рассказывал, как мне хорошо, она начала волноваться, если я не бегаю. Потом она начала этим интересоваться. Потом дальше ее подружки начали длительную ходьбу. А она мечтала тоже начать. А потом она сама начала бегать. То есть на это все, полтора года прошло. И все. Ну то есть, если ты хочешь, чтобы жена что-то сделала, двигайся в этом направлении. Есть определенный путь, который надо проектить. А что касается первого вопроса, проблема ведь не в видах работы, а в том, что вы не терпели. Мы с детства были не терпели. Мы не могли ничего закончить. Вам надо вырабатывать... Это называется блок на пятом слое динамичный. Надо по четыре часа ходить раз в шесть дней, пробивать этот блок. И у вас появится вкус достижения цели. А? Либо бегать. Либо бегать. Сначала, видите, вы бегать сразу. Бегать на пять слоев очень сложно. Это 17 километров надо прибежать. А идти легче. Начните с ходьбы. А? А на четвертый слой слоев? Пятый слой или что-то такое? Пятый слой? Что это такое? Первый слой это связь с этим миром. Это взаимодействие с этим миром. Когда у человека там блоком, ему тяжело себя заставить, начать что-то делать. Не может начать. Тяжело. Адаптация к природе плохая. Допустим, в город какой-то переехал, он плохо стал. Или, допустим, поменялся климат. Или пришла осень, закончилось лето, и человек чувствует себя хуже. Акклиматизация страдает, взаимодействие с людьми. Человеку тяжело заставить что-то начать себя делать. Тяжело взаимодействовать с людьми. Когда первый слой страдает, человеку тяжело включиться. Второй слой уже начинает влиять на организм. Второй слой это эмоции человека. Эмоции, понимаете что ли? Допустим, статический блок на втором слое означает, что человек очень пронимается. Станьте, понимаете? Вот. Когда динамический блок на втором слое, у него эмоции зажаты. Допустим, анекдот вы сказали, все смеются, потом засмеялся и то так с натугой. Потому что эмоции зажаты, для него туго доходит. Это блок на втором слое. Там эмоции находятся. Токсины, если на втором слое негативный тонус, то негативные эмоции значит человек постоянно «Мне, это тебе не нравится, это лекция, душ на тебя, вау». Но для него влиять негативные эмоции не включаются. Второй слой связан со слизистыми оболочками, схожей, с лимфатической системой в организме. Если эмоции страдают, страдает кожа, слизистый желудок, страдает кишечник, горло, бронхи, астма, может быть, кожные болезни. Это все второй слой поражений. Два блока вместе на втором слое дают хронические заболевания. Третий слой мыслей. Если мысли иронимые, то человек постоянно думает о чем-то тяжелом. Если мысли зажатые, то ему тяжело думать, тяжело включиться. Чего-то тяжело думать, значит, лукок говорить. Он такой, папа у Васи силен математикой. Ну, то есть, у него задержки идут, мышление, блок на уровне мыслей. А негативный тонус, когда, значит, плохие мысли идут, всякие. А вдруг, сейчас мы лекцию, будет лекция, и тут теракт сделаю. Ну, всякие там, допустим, всякое, дерьмо лезет в голову. Вот. Это до третий слой блок. Третий слой связан с сосудами, суставами и мышцами в организме. Поэтому, в основном, все думают, работают, когда думают. Поэтому, у всех поражается третий слой, в основном. Это поэтому, сейчас, ВИЧ, сердечно-сосудистые, заболевания, на первом месте, ставят в мире. суставы многие больные, миозиты всякие, радикулиты, это все мышечные заболевания, это связано с мышлением человека. Третий слой поражен. Четвертое силуло, это настроение. Если у человека настроение, статический блок на настроение, значит, у человека настроение чувствительно, меняется быстро. Хочу на работу, не хочу на работу. Пойдем в тяну, не пойдем в тяну. То есть, все меняется. Настроение зажатое, у человека нет настроения. Какое-то, нет настроения. Все радуются, он завидует, я думаю, че это не радуется. Вот. Если настроение негативное, то у него депрессия, плохое настроение. Я в один, я в один, никто не будет со мной. Плохое настроение. Ой, ты дурочка моя, трубодурочка. Плохое настроение. Отчего же искудала ты, дурочка? Вот. По четвертому флоре находится с настроением связанное ткань и мозг, внутренние органы, такие как щитовидная железа, печень, как желудочная почка, сердце, придатки, глубокий слой там очень важной функции, позвоночник, крупные суставы, какие-то тазобедренные, плечевые, жир, когда подхожный жир, это четвертый, это третий слой, когда, ну, страдает, токсинок много в организме, на уровне мысли, то у человека подхожный жир копится, а если токсины идут на уровне настроения, то тогда глубокий жир в организме копится. Пятый слой связан с глубоким восприятием мира, на пятом слое все вредные привычки находятся, статический блок на пятом слое выпивает человек, динамический блок на пятом слое курит, негативный тонус на пятом слое наркотики. Пятый слой связан с глубокой переносимостью и непереносимостью обстановки людей, связан с отчаянием, депрессией глубокой, с психическими заболеваниями, он связан с нервной системой, гормональной функцией, если страдает пятый слой, то может пострадать нервная система, ДЦП, аутизм, это у детей пятый слой при рождении страдает от неправильного образ жизни матери, когда она в нашу. Ну и предосположенности, вот эти все блоки на разных слоях, они все даются с рождения человеку, но они могут быть развитыми и не развитыми. Очищение от блока психического занимает от 3 до 6 месяцев астез. Когда человек совершает эти астезы, он очищается от блоков и у него потом избавляется от хронических заболеваний, потому что энергия начинает идти в организм. Если на втором слое он очищается, энергия идет в кожу, в слизистые. Третий слой очищает, энергия идет в сосуды, в мышцы, суставы. Четвертый слой очищает, во внутренние органы энергии идет. Пятый слой очищает, энергия в нервную систему идет, в гормональные функции. энергия пошла, еще надо время лечения. Если организм истощен, хронические заболевания есть, надо еще полгода, чтобы орган вылечился. Он начинает ныть, ноет, значит, лечится. Сустав ноет, значит, лечится. Сосуды там немножко слабости, они лечатся. И пролечивается организм, становится моложе. я когда пробежки делал, у меня жар в всем теле был ночью. Сейчас нету, я пробежался, лег спать, у меня нормально, все, расслабило просто и все. Чтобы вылечился организм, стал здоровее. Это значит, что резерв здоровья повысился. Есть такое понятие резерв здоровья, он находится в психическом теле. Когда у людей блоки формируются, людей или эти здоровья становятся слабыми. Мы в Польше когда бегали, два молодых человека со мной пробежали. Они говорят, а мы сможем с вами пробежать? Я говорю, все зависит от вашего возраста. Они говорят, ну мы же молодые, мы вам дети годимся. Я говорю, сейчас посмотрим, кто моложе. Когда один сошел на десяти километрах, а другой на пятнадцати, я им сказал, ну здоровья у меня сильнее, чем у вас. Потому что я совершаю эскезы, очищают психическое тело, удлиняют продолжительность жизни. И самое лучшее в жизни это делать добрые дела. И мое главное доброе дело такое, я вам методичку дал на скачивание за пожертвование. Значит, вы рубль заплатили и самое ценное знание на земле скачали. Ну, не самое, но очень ценное. И теперь вам осталось это всосать в себя. Часто люди спирт всасывают в себя, не грибочки, а надо всасывать знания. Тогда жизнь лучше становится. ответил по слоям, говорит, что такое, что я не знаю, что такое слои. Кто задал вопросы? Кто-то меня спросил, я чум-чум не знаю, что за слои такие. Теперь знаете все или нет? А? Надо объявить сколько слоев все чистить и сразу себе. надо все пять чистить всегда. Не ошибешься. А по дороге узнаешь, где блоки. Например, идешь, пульс поднялся, смотри, 48 минут примерно, один слой. Пульс поднялся на двух часах, значит, на третьем слое динамический блок. Водей стоишь, за три сло, смотри, через какое время. У меня есть на сайте transcov.ru есть в разделе материалы расчет времени остеств. И там можно по этому расчету определять при каких градусах воды как быстро чистка идет, при какой скорости бега, как чистка. И можно по этим на практике определять, или стоишь, допустим, в 13 минут и очищается один слой. На 20 минутах стало плохо, значит, на втором слое плохо. на 40 минутах стало плохо, значит, в начале четвертого слоя плохо. сначала статику, потом динамику, потом пост, иначе будет плохо. Начинать надо с воды. Вода самая полезная на земле образование. Без воды нет жизни. Вода сначала в воде стоишь, потом статику делаешь, всасываешь эту воду, потом длительное движение, потом пост, и так у тебя постепенно все начинает лечиться, включаться весь организм лечения. Все, не так, не так, руки поднимаем. Все, вы у меня так вот, вот женщина у меня расстроена, если у тебя не вырвал микрофон. А если женщина недовольная какая-то, то тебе конец. Просто есть благость. А вы даже в клубе влаги? Да, я хотела вопрос задать про ребенка 10 лет. Вот на цыпочках ходит до сих пор. На пятом слое два блока статическое и динамическое напряжение. На цыпочках ходит, значит, мозжечок напряжен. Надо расслабить глубокий мозг, а это сначала нужно в воде лежать, а лучше обратиться на грандвику и они вам расскажут, как чистить организм. Из консультации позор специально. у нас можно обратиться к специалисту, он вам проведет консультацию, расскажет, как ребенка аскезы прикис совершать, чтобы снять с него напряжение. Маленькие дети не будут аскезы совершать, поэтому есть понятие пассивная чистка. Статическое напряжение убирается пассивно с помощью воды, то есть в ванне можно ребенка держать. Убирается с помощью деревьев, можно возле деревьев сидеть, либо снимает напряжение нервной системы. Если возле дерева 20 минут сидеть, просто ребенок играется, то у него очищается один слой, час сорок все пять слоев очищаются. Для того, чтобы активно чистить статику, нужно вешать ребенка перед ногами. Если у него нет сосудистых поражений каких-то в организме, то ничего такого не будет. Три с половиной минуты один слой постепенно за несколько недель доводить до пяти слоев, 17 с половиной минуты. А ему бокс полезен, нет, он бокса вообще занимается. Бог отшибает мозги. Спасибо. Ты говорит, это когда боксом занимаешься, ты как действуешь? Я действую, с экраном. Ну, а еще чем? Ну, корпусом. А головой? Головой нет. Ну, а голова для чего? Я ей ем. Еще такое такой боксеру ко нибудь. Вот, говорит, тебя три человека в подъезде встречают, ты что будет делать? Я говорю, первого, я справа, юг по челюсти, а второго? А второго слива по челюсти, а третьего? Чего третий? Третий у меня день рождения. Ха-ха-ха-ха. Ладно, мы, хорошо, пошутили. Дальше идем. Наверху вопрос можно? Да, можно, где кто-нибудь? Вы хотите по справедливости сказать, что тут? Здравствуйте. Я не вижу человека. Вы задайте, кто хочет. Могу? Да. У меня постановилось влияние эмоциональное ужасное. Это статическое напряжение на четвертом психическом слое, связанное с настроением. Хочу мороженое, не хочу мороженое. У меня всегда болит голова. Потому что там находится мозг в голове, а статическое напряжение вызывает воспаление тканей мозга. Надо убирать. Как убирать? Надо сначала, потом неподвижное положение тела, можно возле телея стоять. Еще немного лучше плачу. А это тоже отчаяние статическое напряжение. Настроение портится и плачет человек. Статическое напряжение на четвертом слое. Период такой наступил полгода назад и блок возник статического напряжения. Полгода назад поменял работа? Ну это просто холод. Плохой период наступал врезка. Наступил врезка. Поменялось настроение. Женщина когда меняется настроение, она все меняет. Хочу работать, не хочу работать. начало капризничать. Бросила работу. А еще хочется поменять на вообще это работа или нет. Вы можете методичку почитать и начать ее делать как она есть. Иначе я могу просто нервы успокаивать всю лекцию. Хорошо? Хорошо. У меня большая просьба если вы хотите получить знание, то вы его получаете. Вот я рассказал вам про все и вы не ущучили, не всосали в себя. Задаете опять вопросы на те же самые теми. Ну, хорошо, я буду смиренно вам отвечать. Дальше одно и то же говорю. По здоровью все вопросы к методичке свое здоровье страдает. Методичку учитаем и начинаем чистить организм. Все наладится. вот сзади у вас вопрос. Спасибо большое. Здравствуйте, Олег Благодарю вас за все. Я обращаюсь к вам Риту по тому поводу, что у меня по женски проблемы были. Мне посоветовали вверх полтора часа раз в неделю, статик, ванну. Я это все делаю. Ванну только сейчас уже не делаю, потому что нет возможности. Скажите, пожалуйста, хоть что-то чистится у меня? Хоть что-то чистится, но у вас много статического напряжения, поэтому надо делать ванну, или ходить в баню, или в бассейн, или в воде сидеть. Ну то есть без воды, и не туды, и не сюды. У меня нельзя нет в воде, но у меня ванной дома нет, к сожалению. Ну, значит, надо ее дома поставить, берете, ставьте, покупаете ванну, ставьте дома, затыкаете дырку, наливаете шланг для воды. Это ванна копейки пластиковой стоит. И потом в ней ложитесь, две недели вода будет спокойно стоять, и потом можно эту воду просто вычерпать. Там можно попросить, помыть ее и налить на воду. Олег Геннадий, а можно еще вопрос? Вы понимаете, да, я вам практически советую. Вы говорите, у меня нет возможности в ванне лежать. Я вам говорю, возможность сразу. Это ванну и вас вылечит. В одной воде можно две недели лежать, ничего не будет, и нормально будет. А на комнатной температуре вода как раз самая лечебная. А еще вопрос. У меня нет мужа, вы были замуж, если вы были рядом. Вот вы спрашиваете, Олег Геннадьевич, я вот не поступил в институт, я поступлю в институт или нет? Как вы ответите на этот вопрос? Если будешь учиться, хорошо, да, учить хорошо предметы, то поступишь. А если не будешь учить, то не поступишь. То есть и так же замуж. Замуж выходит сильнейшая. Вот та, которая любит людей, обо всех заботится, всем радуется, всем желает счастья. И наступает время, она становится сильнее мужской энергией. Мужчина проходит мимо, она раз, и сбила с ног. И все. И замуж сразу. Надо, чтобы кто-то вас начал вспоминать. Это надо быть сильной. Когда колючка, вонючая колючка, где-то растет, и никто не вспоминает. У нас и роза где-то начинает расти, даже посреди дороги. Обязательно на нее обратят внимание, сорвут, что она красивая. Поэтому надо стать сильной. Женщина вся сила идет в красоту всегда. У мужчины в победу сила идет, у женщины в красоту. Слабые люди на этой земле никому не нужны. Нужны только сильные. Свершайте аскезы. У вас все двигается с ней, если не волнуйтесь по-женски. Нужно просто энергию воды увеличить. Контакт с ней. Видите, судьба всегда мешает. Вот то, что, как называется закон подлости. То, что надо человеку, то судьба ему дает. Нужна вода, а воды нет. А надо добыть. Понятно? Конечно, выйдете замуж, куда вы длинетесь. Сейчас вот хороший период идет. Сейчас будут знакомиться, если вы. Ну, не ты. И что из меня конючите замужество? Тут уже вторая лекция. Конечно, все девушки должны выйти замуж. Ну, значит. Но надо потом замужем не выносить мозг. Важно. Надо понять, что женщины часто выходят замуж. Потом не ценят человека. И начинают капризничать постоянно. Злиться на него. Выводят из равновесия мужчины. Все недовольные ходят. Теряют человека. И потом опять руку поднимают. Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Продолжение следует.